Россия – большой дом для множества разных национальностей. Чтобы все народности чувствовали себя в нем уютно и комфортно, вопросам межкультурных отношений уделяется особое внимание. Так, буквально на днях вышло распоряжение правительства Российской Федерации о распределении средств, которые будут направлены в регионы в рамках Года культуры. Это беспрецедентная акция. Более трех миллиардов рублей в этом году получат наши регионы. В первую очередь на поддержку материально-технической базы учреждений культуры малых городов и села. Деньги пойдут еще на приобретение специализированного автотранспорта, на поддержку событийных мероприятий, на сохранение исторических центров малых городов. В ходе конференции участники смогли обменяться опытом и выработать конкретные рекомендации для органов исполнительной власти. Главный приоритет – сохранение каждой культуры и возможность ее полной реализации на полуострове. Есть целые уже готовые программы, которые мы просто адаптируем в нашу систему. Например, какие программы? Ну вот эти фестивали, дни специальные, дни каждой культуры. Мы делаем, как правило, дни общие народного единства нашего крымского творчества, а вот дни чешской, дни крымско-татарской культуры. Обязательно мы это возьмем. И хотелось бы, если мы делаем дни крымско-татарской культуры, мы пригласим всех татар со всей России или всех греков со всей России или всех украинцев. Россия – страна с большим опытом решения межнациональных вопросов, а потому крымчане готовы перенимать его и воплощать в жизнь. У нас за каждым районом в Крыму закреплен регион Российской Федерации. И вот будут собираться министры культуры в том числе. И нам бы очень хотелось, чтобы министры культуры вот этих вот регионов, закрепленных за районами Республики Крым, чтобы они предложили что-то для своих подшефных районов. Вот это было бы здорово. Вот это вот, знаете, первый практически выход вот с этой проведенной сегодня конференции. Всего в семинаре конференции приняли участие около 40 представителей разных субъектов Российской Федерации.